Всем привет ребята, здравствуйте, с вами братуха, это игра VOROBOTS, мне скинули ссылочку, время 13 часов 25 минут, вторник 12 марта, скорее всего в 14 часов у нас обновится сервер игры, я зашел в игру, не увидел никакого обновления, но обновление состоялось, вернее должно состояться 4.8 прямо вот, прямо на днях, на часах, на минутах. Мы заходим ребята на официальную группу VOROBOTS.net, тут мне уже ясен пень нужны, очочи, 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 вот, и это официальная страница версия 4.8, обзор русская версия, обзор обновления 4.8 от ВРТОВСЛЫ 11.03.2019 Сегодня у нас 12, то есть статья 11, странное дело, ага, почему мне сбросили, уже сказали обновление есть, ну да ладно. В общем, VOROBOTS 4.8, обзор обновления, давайте посмотрим вкратце, ребаланс черного рынка, ребаланс, то есть переделка черного рынка, да, улучшения стали быстрее, снова, то есть возвращаемся чуть пониже, да, ну это хорошо. Изменения в режиме все против всех, изменения в режиме все против всех, интересно, может вернут имена, может быть, тогда будем играть пара на пару, а может нельзя играть пара на пару, может тебя будут банить, вообще жопа. Новые покраски для РС, оооо, я в принципе блиныч, даже сразу зайду в игру, посмотрю, снарядить РС. Я, помните, говорил, что выходит новый мех, вы просто обязаны ставить на него сразу новую покраску, пока он актуален, пока его люди покупают, пока он в ограниченном количестве в игре, у него должна быть своя уникальная окраска, чтобы он сразу выделялся среди других роботов старого производства. И хотелось этого робота заполучить. Нифига себе, какой красивый, хочется, хочется, хочется. Покраски нет. Ну да, обновление, видимо, еще не состоялось. Возвращаемся к нашим баранам. По поводу, как говорится, извините, по поводу, как говорится, того-этого баранов, то перманент в группе War Robots мне не дали. А мне сказали, что если я буду спамить, то дадут. Я так и не понял, где спамить, спросил, мне сказали, здесь в личке. В личке, в личке админа. То есть админ, личка. А, мне еще потом сказали, будешь хрень нести, я тебя в черный список занесу. Я говорю, хорошо, понял, в черный список. А почему раньше этот админ не мог занести меня в черный список, если я ему, например, надоелся своими предложениями? Не, это будет как-то, не, это ж братуха, его ж давай забаним нахрен на целый год. Вот, ёпсель-мопсель. И потом этот же человек, давайте будем его называть, ну, я ж не знаю, как его зовут, давайте мы ему дадим Суль. Нормально, я думаю, имя такое, вот, латвийское вроде бы, мне так ребята подсказали, так, Суль, Володя, Суль. Я думаю, Суль, Суль, а вот что-то такое было там, Алые Парусани, помните? Соло, Шмоло, в общем, да. А Соло было еще такое, помните, там, в этом, в Звездных войнах. Так вот, там Суль, ну, так вот назовем Суль, ну, мы ж не знаем, как его зовут, да, вот, и на самом деле он с фейковой страницы пишет. И он написал, что правила одни для всех. Охуенно. Ха, обалденно. То есть, если я пишу админу в личку, бедный админ, что должен сделать? Забанить меня в группе, правильно? А еще должен забанить меня в городе, а еще лучше всего в стране. Ну, потому что я ему в личку написал. Блядь, Ле, логика. Ну, это просто от обиды. В общем, Суль, не обижайся, если что. Давайте, ребята, дальше. Новые покраски для РС, мы посмотрели, их нет. Исправление ошибок отработки и оптимизации, это у нас, как говорится, все остальное. Незначительные изменения. Ребаланс черного рынка. Мы продолжаем улучшать черный рынок, чтобы сделать его более наглядным и прозрачным. Блин. В этом обновлении самый большой набор изменений за долгое время. Да ладно, что же вы там измените-то? Где-то роботов доложите, где-то уберете? Или там добавите больше голды? Вот интересно будет посмотреть. А, можно же прочитать. Во-первых, теперь, если вы получаете что-то из сундуков, это будут либо универсальные ресурсы, золото-серебро-ключи, либо предметы, которые вы можете использовать сразу же. Бустеры. Также мы убрали из сундуков бустеры. А, бустеры нельзя использовать. А какие предметы можно будет использовать? О-о-о, загадка. Загадка века. Мы убрали из сундуков бустеры. Какими бы полезными они ни были, получать их из сундуков не очень интересно. Так что больше их там нет. Лично говоря, мне кажется, бустеры это самый оптимальный был приз в этом черном рынке. Получить 10 голды или бустер на атаку 30 минут. Это, я думаю, бля, бустер был куда лучше, чем 10 голды. Окей, ладно, блин, ну вам же виднее. Как и прежде, все возможные награды из сундуков перечислены в игре. Как и прежде, все возможные награды из сундуков перечислены в игре. Это я не понял. Как и прежде, все возможные награды из сундуков перечислены в игре. А, то есть в самой игре, там можно знак вопроса открыть, поставить, и там награды появятся. Вот интересно, посмотрим. Бронзовый сундук, ребята, только ресурсы. Нифига себе, то есть роботов не будет, ничего не будет, вообще ничего не будет, только ресурсы. Новичок. А да, теперь я вижу, что они кардинально изменили, блин. Новичок вы или ветеран, серебро и золото не помешает никому. Теперь, когда вы открываете бронзовый сундук, вы можете быть уверены, что получите именно эти ресурсы. На всех уровнях это стандартный выбор, если хочется обменять ключи на серебро или золото. Также есть шанс получить пачки ключей 10, 20, 100, которые приблизят вас к супер сундуку или более крупной награде. Ну, в принципе, почему бы и нет, пускай. Только, понимаете, ресурсы, они там будут, и ресурсов будет, ну, много, там 100 тысяч серебра, 120 тысяч серебра, 125 тысяч серебра, это такие призы будут, да. Это 50 тысяч серебра, 10 тысяч серебра, 12 тысяч серебра, 15 тысяч серебра, 13 тысяч серебра, 10 голды, 15 голды, 14 голды, 13 голды. И это все будет так вот вперемешку, это займет, ну, это мне так кажется, это займет как раз те самые там пушки, шмушки и роботов, да. Это плохо тем, что все вот эти роботы и пушки, они полезут в другие сундуки, такие как серебряный и золотой. И тогда уже там действительно что-то ценное ты выиграешь во. Обалденно. Серебряный сундук, ребят, читаем дальше. Ресурсы и предметы. Обалденно. Ресурсы и предметы. Не, чтобы сделать просто предметы, они еще и ресурсы туда впихвали. Ну, то есть, как раньше. Ресурсы и предметы. Увеличенные пачки серебра, 100, 200 тысяч и золото, 30, 100. Ага, 100, 200 тысяч и золото. То есть, не по 10 золота могу получать, а по 30, обалденно. А также готовые предметы для средних лиг. Ну, это вот дешевые роботы, дешевые сборки пушек и так далее. Золотой сундук. Больше ресурсов. Лучше предметы. То есть, они ничего не убрали. Тут они сделали ресурсы. В серебряном сундуке они сделали все то же самое, только чуть-чуть увеличили серебра с золотом. И в золотом сундуке больше сделали ресурсов, так же, наверное, как в серебряном. И получше предметы. Интересно. Никаких ключей. А, обалденно. То есть, теперь ключи там тоже нельзя выиграть, чтобы приблиться к супер игре. Идите, крутите за 10. Ха-ха-ха-ха. Да. Только готовые топовые предметы. Топовые предметы. Да, интересно, что за топовые предметы. И самые большие пачки серебра. Это 3, 10 миллионов. И золото. Тысяча пяти... Пять тысяч. Нормально. Короче, можешь крутануть за тысячу и выиграть 3 миллиона серебра. Это минимум. Ну, максимум-то не рассматривайте. Это единицы получат. Но, в принципе, блин, ничего не изменилось. Для меня желание там играть не появилось. Пффф. Я не знаю. Ну, вот то, что я прочитал, желание открывать у меня не появилось. Как раньше, в принципе. Может, там наглядно будет видно, когда картинка высветится, уже обновление войдет в силу. Суперсундук. Только новейшая экипировка. Новейшая экипировка. Новая. Не факт, что она имбовая. То есть, красный робот. Только новейшая экипировка. Вы получаете суперсундук после того... После такого же количества обычных сундуков. Но каждый раз, когда вы его открываете, вы получаете что-то. Что может использовать сразу же. То есть, не детали, я так понимаю, да? Никаких компонентов или ресурсов. Только экипировка. Правило простое. Каждый раз, когда вы открываете суперсундук, награда должна быть существенной. Понятно. Ну, тут-то вот, тут-то порадовали, тут-то порадовали. Что я могу сказать? Молодцы, молодцы. Правило? Быть существенно. Это здорово. Мне понравилось. Улучшения стали быстрее. Снова. Обалденно. Может, мы обратно вернемся в экономику? В старую. В обновлении 4.7 мы понизили время, необходимое для улучшения многих предметов. И что бы вы думали? Мы делаем это снова. Список изменений таблиц. Что бы вы думали? Мы это снова делаем. Мы как бы, ну, помните, вам гайку закрутили? Мы ее постепенно расслабляем. Чтоб вы не задохнулись. Я думаю, что если гайку ослабляют, то люди в игре действительно стали задыхаться настолько, что онлайн в игре охуенно просел. И, видимо, даже упали прибыли. Хотя, может, и не упали. Но, мне кажется, онлайн просел. Ибо гайки, они начинают откручивать. Знаете, был такой парень там один у них. Он сказал, что дайте людям, заберите у людей все. А потом верните им обратно. И они будут рады тому, что имеют. Вот как-то так сказано. В общем, по роботам здесь у нас, вы можете видеть сами, картинка у меня не открывается. Она там приклеена, походу. Не могу я ее увеличить. Это большой минус на этом сайте. Я могу ее двигать, ну, и могу ее сохранить. Но увеличить, вот, знаете, чтоб нажал на нее, и она увеличилась во весь экран, я не могу. Да, покраски для АРСа. Ну, там, короче, время вы можете посмотреть сами. Ну, минус 4 часа, я вижу. Минус, там, ну, 10 часов, 8 часов. В общем, не настолько много, но уже, как бы, хорошо. И то хорошо. Если каждый, там, квартал, или каждые 2 месяца они будут понижать, это будет хорошо. Это будет супер. Покраски для АРСа. Магма, обсидиан и эмбер. Амбер. Умбер, амбер, шлямбер, бамбер. И тут у нас картинка имеется. Не картинка, а видео. Это желтая покраска. Зачем показывать, как они убивают? Это красная покраска. Зачем показывать, как они убивают? Это обсидиан. То есть, я увидел только много пыли. Вот сейчас, вот сейчас я вижу покраску. О, желтенькая, классная. Мне красненькая и желтенькая понравились. Ну, посмотрим, посмотрим. Здорово, здорово. О, мой видос в рекомендованных. Это где суть забанил братуху. Обалдеть, обалдеть. Изменения в режиме «Все против всех». По статистике, бои в режиме «Все против всех» занимают дольше. По статистике, бои в режиме «Все против всех» занимают дольше. А, блин, надо читать дальше. Чем в любом другом режиме. Что дольше занимают? Бои дольше. По статистике, бои в режиме «Все против всех» занимают дольше. Чем в любом другом режиме. По крайней мере, для тех двух-трех человек, которые не вылетают в первые пару минут. Я не понял. Занимают больше, дольше. Что? Что? Ладно. Чтобы матчи не затягивались, мы понижаем количество возможных возрождений на робота. Увеличив стоимость второго, третьего и четвертого возрождений. Жетонов для возрождения. То есть, был у меня такой, когда я говорил, что, ребята, вот два робота. Мы, короче, это... Чтобы матчи... Да, вот два-три робота осталось. И теперь по всей карте и Монтау бегать друг за другом. Десять минут трать своего времени, да. И чтобы этого не происходило, приходится робота не брать, чтобы бой закончился. Была у меня такая отдельная в голове идея, и она вот, как говорится, сбылась. Они уменьшили. Раньше было тринадцать, теперь три. А раньше было двадцать пять, теперь семь. Раньше было триста десять, теперь пятнадцать. А, это у них единица, наверное, ёпты. Первое, второе, третье возрождение, четвертое, пятое. Ну да, скобки же не поставить. Я думаю, что за тринадцать? Короче, раньше было три жетона, ну, этих кулачков. Теперь три, да. Пять, теперь семь. Десять, теперь пятнадцать. Двадцать, теперь тридцать. Тридцать, теперь тридцать. В общем, на вот этих трёх этапах придётся беречь робота конкретно. Уже понимая, что может не хватить тебе на того робота, которым ты можешь нагибать. Придётся играть на хламе. А на хламе тебя сольют и... В общем, играть придётся осторожно. Понял, окей. Пантеон скоро в мастерской. Пятого марта Немезис, он уже вышел. Двенадцатого марта Хадес, а девятнадцатого марта Орес. То есть сейчас все люди пол робота наберут на Немезиса в мастерской. Потом скажут, фу, Немезис говно Хадеса. А Хадес скажет, фу, ещё больше говно. И будут копить на Ореса. То есть не накопят на это, не накопят ни на это. И вот этого они, тем более, блин, потом к новому году следующему накопят. Очень умно. Последнего сладкого робота оставить на потом. Доработки. Озвучка Хеллбурнера синхронизирована с анимацией. Да? Вы что думаете, вот эти ноги шагающие, которые в такт другим роботам не попадают, это только у Хеллбурнера проблема, да? Ладно, чё, я не знал. Эффект модуля Look Doe Ammo больше не срабатывает после истечения действия модуля. Чё, раньше срабатывал? Я не замечал. Интерфейс... А мне его нет. Интерфейс теперь поддерживает широкий Android дисплей с чёлкой. Оу! Отращиваем чёлку, ёпта. Улучшена стабильность игры во всех условиях. В общем, что, ребята, хочу сказать. Интересное обновление. Ребаланс чёрного рынка хочу отметить, да? Вот, как там будет, я не знаю. Хотя бы могли бы озвучить, сколько ключей надо собирать до супер игры. Как бы, 8 тысяч, 10 тысяч. Дальше. Улучшения стали быстрее и снова. Это очень хорошо. Изменения в режиме все против всех. И непонятно, что будет. Может, будет лучше. Может, будет хуже. Тем же самым слабым игрокам будет, например, хуже. У них кулачков не хватит имбового робота взять и будут на говне кататься. А у тех, у которых 2-3 имбовых робота в ангаре, те как раз этих пацанов-то ещё и щемить будут. Тут, ребята, не знаю. Надо смотреть, пробовать. Новые раскраски-покраски. Вот это зашибись. Вот это не прошло и полгода. Молодцы. Исправление ошибок и доработки оптимизации. В принципе-то и всё. Спасибо всем, ребята. Ждём воробот-обновления. 4 и 8. С вами был Братуха. Подписывайтесь на канал. Ставьте лалки-дизлалки. Оставайте свои комментарии. Ваше мнение очень важно для нас. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok